В едином платежном документе указана слишком большая сумма за тепло, возмущается Римма Свитнева. 83-х летняя труженица тыла никак не поймет, откуда взялись такие цифры. Платежки пенсионерка оплачивает вовремя, задолженности нет. Выяснять отношения с Куаджилу Уорталах-3 женщина не в состоянии, здоровье не позволяет. За помощью Римма Свитнева обратилась к журналистам. Только 2017 год, умница. Вот у меня все документы с декабря, все уплочено. Вот январь, все, с февраля. И вот апрель включили. За сколько вы должны заплатить? Да я не знаю, 2 800 с чем-то. Но они, по-видимому, перепутали. Из 60 абонентов этого дома 57 квартир платят за потребленное тепло по показаниям теплощетчика. Его установили в 2015 году. До этого времени проблем с оплатой не возникало. Жильцы даже почувствовали реальную экономию. Однако радость была недолгой. С этого года для добросовестных абонентов началась настоящая путаница. Живу я в 45-й квартире. И у нас почему-то принесли за апрель того, чего мы не платили. Не было у нас отопления в апреле. Кончилось оно в марте. И они два раза нам за март принесли. Раушан вычеркнула. Она написала в полный комитет. И вот нам ответ, что мы должны платить еще за апрель. Домком Раушан Шуланова не сидит сложа руки. Она ходит по инстанциям и требует произвести перерасчет по завышенным показаниям в марте и апреле месяце. Письма направлены руководителю Хуаджилу Урталов-3 и городскому Акиму. А метролог, когда они, оказывается, какой дом снял, нам непонятно. Он какой-то Серега приехал в наш дом. Третий этаж находится. Я на пятом этаже живу. О проблеме жителей дома СМА знает и новый начальник отдела сбыта. Марина Хохлова уверяет, что все в порядке. При снятии показаний применяют новые технологии. В Хуаджилу Урталов есть прибор учета, который передает данные потребленного тепла по GPS-навигатору. Либо по телефонной линии дистанционно. Что касается апреля месяца. Опять возвращаясь к правилам пользы тепловой энергии. Тут написано. В случае невозможности снятия показаний приборов учета энергопроизводящей организации, и если потребитель сам не предоставил прибор учета, то вот этот пульт, он находится в свободной продаже. То есть его можно приобрести. И то есть если есть ответственное лицо за тепловое хозяйство, он может пройти обучение и снимать показания самостоятельно. Тепловики пообещали ответить на все вопросы потребителей. Для этого руководство Хуаджилу Урталов-3 отправится в многоэтажные дома Шымкента, в которых установлены теплощечки. Дабы новый отопительный сезон не оказался таким же скандальным.